В Ярославле стартовал Всероссийский форум социальных работников. В течение дня на четырех дискуссионных площадках участники обсудили разные проблемы и озвучили инициативы для улучшения жизни граждан. В работе форума принял участие председатель правительства России Дмитрий Медведев. С утра премьер побывал в Центре социальной реабилитации. Наталья Парфентьева продолжит. Социальные программы на реальном примере. Утро председателя правительства России Дмитрия Медведева началось с посещения Центра социальной помощи семье и детям в Ярославле. Премьер посмотрел, в каких условиях дети проходят реабилитацию. Лично пообщался с некоторыми воспитанниками. Ему показали тренажерный зал, кабинеты психолога и педагогов. А еще выставку подделок и анимационный ролик про День Победы. Все сделано детьми с ограниченными возможностями. Ваше учреждение, оно, конечно, хорошее, современное, что говорить. Чем больше таких учреждений будет, тем лучше. У нас, к сожалению, не все такие сейчас, но будем к этому стремиться. В подарок дети передали Дмитрию Медведеву икону, вышитую бисером. Пока глава правительства оценивал меры социальной поддержки в конкретном центре, в четырех точках Ярославля шла работа с екцией Всероссийского форума соцработников. Эффективность социальной работы гости из 83 регионов России обсуждали на четырех дискуссионных площадках. На первом поле коснулись главного, кадрового вопроса. Где и как должны учиться соцработники? Как повысить уровень доверия к ним среди граждан и поднять престиж профессии? И самый острый вопрос – зарплата. Участники предлагают сделать ее сдельно-премиальной. То есть, чем лучше работает сотрудник, тем больше ему платят. Все предложения спикеры сформулировали и передали главе правительства. На второй дискуссионной площадке говорили о защите пенсионеров и инвалидов. Координатор беседы обозначила приоритетные направления. Своевременно имеем возможность повлиять на содержание этой программы «Доступная среда», на ее качество, участие предложения и профессионального сообщества, и представителей общественных организаций. Нам бы хотелось, чтобы в создании, в оказании социальных услуг принимали участие и государственные организации, и негосударственные организации. При этом надо четко прописать гарантии граждан на защиту, чтобы любой, кто приходит в сферу оказания социальных услуг, особенно для пожилых людей, инвалидов, он гарантировал хорошее качество. Много проблем в социальной сфере на селе. Сенатор Ирина Гехт говорит о многочисленных жалобах. По словам спикера, необходимы конкретные программы, типа социального такси или передвижной комнаты для оформления документов. В Ярославской области подобные программы уже работают. Наш регион готов поделиться опытом с коллегами. Идея лагеря для пожилых людей вошла в сборник лучших практик страны. Мы надеемся обязательно, что после того, как мы расскажем о том опыте, который сегодня существует в Ярославской области, обязательно другие регионы возьмут его на вооружение. И, возможно, такие лагеря будут жить в других регионах страны. По итогам встречи представители дискуссионных площадок подготовили инициативы, которые смогут улучшить работу в социальной сфере. Все предложения были озвучены публично на пленарном заседании с участием главы правительства. Наталья Парфентьева, Евгений Журавлев, Денис Лосев. День в событиях. Вторую половину дня глава правительства провел в концертно-зрелищном центре «Миллениум» на пленарном заседании форума соцработников. На месте также трудилась наша съемочная группа. И сейчас на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Нина Колтина. Нина, добрый вечер. Как все проходило? Да, Наталья, форум уже заканчивается. Его участники и гости постепенно разъезжаются. Совсем недавно наша съемочная группа вышла из кабинета в дальнем углу КЗЦ. Там проходила двухсторонняя встреча между Дмитрием Медведевым и губернатором Ярославской области Сергеем Ястребовым. В первую очередь премьера интересовала, как реализуется в нашей области антикризисный план и удается ли Ярославскому региону развиваться в это трудное для страны время. Отмечу, что навстречу допустили лишь несколько журналистов из десятков, даже сотен присутствующих. Какова ситуация сегодня с занятостью, с рабочими местами, с проблемой импортозамещения, открытием новых производств, если это возможно. Ну то есть в целом с тем комплексом мер, которые связаны с преодолением трудностей в экономике на территории Ярославской области. Серьезные решения, принятые в области, эти машинстроения, в первую очередь, наши армии, кресты, эти прекрасные, которые тоже сегодня выполняют функции импортозамещения, решают вопросы, связанные с производством судовых газов, трубин, ну и других необходимых устранений. Это очень важно, и результаты, на самом деле, просто вы говорите, они пока не вполне приличные. Ну а до этого застоялось пленарное заседание, на котором кураторы различных площадок, на которых происходило обсуждение, отчитались премьеру об основных итогах работы. Высказаться первыми выпала честь ярославцам. Одна из актуальных задач, определенная на площадке, это повышение квалификации кадров, работающих в социальной сфере. Очень серьезно обсуждали вопросы программ, методов, технологий обучения. Образовательные стандарты следуют за профессиональными стандартами, их тоже надо достраивать. Ну и еще до начала пленарного заседания мы пообщались с ярославцами, они отмечают, что такого рода мероприятия приносят реальный, а самое главное, быстрый эффект. Например, был поднят вопрос о том, что сегодня многие инвалиды не получают памперсы, лекарства и так далее. Тут же те, кто ввели эту секцию, созвонились соцстрахом и начали вопрос решать на месте, что мне очень понравилось. Мы приняли большую резолюцию, которая в итоге станет основой для постановления правительства, для прямых распоряжений непосредственно министрам, ну и как руководству для фракции «Единая Россия», для того, чтобы целый ряд проблем, которые сегодня были обозначены, превратились в решение. Ну и вернемся к двухсторонней встрече. После официальной части разговора Дмитрий Медведев и Сергей Ястребов продолжили общение в более неформальной обстановке за чашечкой чая. О чем удалось договориться, я думаю, глава региона расскажет нам всем позже. Студия.